Добрый день! Рад приветствовать вас на ферме ЗАУ совхоза имени Ленина. Меня зовут Данила Козлов, я заместитель директора по производству. И находимся мы с вами на ферме, на которой содержится 1100 голов крупного рогатого скота. Из этих животных около 500 коровы. Ну а собственно предприятие занимается молочным скотоводством достаточно давно, и за свою историю прошло разные варианты содержания и доения этих прекрасных животных. Ну а сейчас мы сможем с вами поговорить о той технологии, на которую мы перешли, и поговорить про полностью роботизированный молочный комплекс. Роботы же они практически не дают возможности соприкосновения молока с воздухом, с окружающей средой. Молоко стерильно. Если корова здорова, если ее содержание соответствует мировым стандартам, то молоко просто идеально чистое. Ну и еще, конечно, в нашей зоне средняя зарплата в прошлом году была 88 тысяч. В перспективе содержание роботов, а роботы, вот я видел роботов в Германии, в Голландии, которые работают уже по 15 лет. То есть они, ну их надо, конечно, ремонтировать, но они же не стареют, они не нужны им покупать квартиры, они не болеют. И там, где можно заменить людей роботами, конечно, мы будем это делать. Что, например, сказал мне директор когда-то, когда я спрашивал его, что все-таки стало ключевым решением? Потому что, согласитесь, то есть мы начали строить эту ферму где-то лет 7 назад, да? И в тот момент решиться на роботов, это был, ну, не подвиг, конечно, но это довольно такое решение, такое инновационное, что ли, если так можно сказать. Он говорит, знаешь, я понял, что на замену тем дояркам, которые есть сейчас, просто никто не придет. Когда ты внедряешь новейшие технологии, когда ты там увеличиваешь энергоемкость текторов, широкозахватные машины применяешь, количество тектористов у тебя или там доярок, когда ты поставил, уменьшается. Твоя задача переучить людей. Вот мы открыли новый сырный цех, и там работают преимущественно те люди, которые освободились от животноводства. А наша тенденция к чему? Увеличить производительность труда. Чтобы больше получать зарплату, нужно, чтобы человек больше объем работы делал. Это делается с помощью механизации. Тогда он получает больше зарплату, но те люди, которые освобождаются, они, соответственно, должны перейти на другую работу. И вот заводной переработки, который у нас есть, а мы там поставили новые линии по производству воды, переработка овощей, вот это сырный цех, это все требует дополнительных рабочих рук. Вот эти люди перешли туда. Наша главная задача не уменьшить количество людей, просто больше производства. Даже, вы же ходили в магазин, там два продавца, а раньше магазина не было, значит, два человека ушли туда работать. А нет, ну два в смену, а вообще в перспективе четыре. Поэтому тут много факторов. Наша главная задача обеспечить всех достойной зарплатой, никого не потерять, переучить всех. Ну, а прогресс, модернизация, она никуда не ушла. Помнишь, была задача, значит, к 2020 году в России получить 25 миллионов модернизированных рабочих мест. Мы ее выполнили. Любой руководитель считает расходы, а потом, что он получит. Ну, это бизнес-план составляет такой. По нашему бизнес-плану, ну, окупилось бы лет за 10-12 это все, если бы не вот этот скачок курса евро или доллара. Когда мы первый контракт заключили, курс евро был 35, по-моему, рублей за евро. А как только мы начали платить, он сразу стал 70 и выше. Он иногда доходил даже до 90, по-моему. А мы вынуждены были контракт исполнять. И поэтому, конечно, мы гораздо больше рублей потратили, чем планировали. С точки зрения качества продукции, вот это бесстрессовое доение, то, что роботы дают возможность практически про каждую корову все знать, они ведут полный учет всего без исключения. Даже пришла корова в охоту или не пришла, он тебе все расскажет. Поэтому я считаю, что мы не прогадали, просто мы шагнули вперед в будущее. Я думаю, что вся Россия за нами пойдет, потому что количество роботов, ну, вот, например, в таких странах, как Белоруссия, ну, вот, наших партнеров, Казахстан, это же очень интенсивно развивается. Потому что за этим будущее. Применение доильных роботов решает сразу несколько важных задач для производителя молока. Ну, во-первых, конечно, это уход от некоторого человеческого фактора и автоматизация весьма тяжелого ежедневного труда, от которого просто не бывает выходных. Кроме того, это очень большая база данных. Это, наверное, самый важный параметр, который, пожалуй, существует. То есть та база данных, которую мы получаем при доении касательно качества молока, касательно состояния животных или даже температуры молока, что свидетельствует о повышенной или пониженной, или нормальной температуре тела животного. Это данные, которые позволяют очень сильно упростить работу в коровнике. А если мы имеем меньшее количество работников, больше оптимизируем труд, значит, мы можем производить молоко, которое будет иметь ниже себестоимость, а значит, на полке молока будет продаваться дешевле. А это, безусловно, крайне важный фактор. Кроме того, мы видим и некоторое влияние на качество молока. Дело в том, что честно признаваться надо о том, что животноводческий комплекс не самое чистое место. И гигиена доения – это важный фактор, который обеспечивает, собственно, и сохранность продукта, и последующую максимальную пользу для человека. Поэтому, когда мы говорим про роботов, мы говорим про то, что это технология, которая позволяет от коровы до молочного танка, то есть холодильника, где оно хранится, создать единый замкнутый цикл, где молоко не соприкасается ни с воздухом, ни с руками, ни с салфетками, ни с какой-нибудь, ни с чем. Каждый робот может обслужить не больше 60-80 коров, в зависимости от того, какое поголовье, как оно интенсивно доится. Максимум, допустим, 75-80 коров – это максимум. Ты представь, если увеличивать поголовье, у нас сейчас, по-моему, около 8 миллионов всего коров в России, из них 7 – это дойное стадо. Представляешь, какое количество роботов нужно поставить, учитывая то, что у нас этот нестабильный курс, я считаю, что он завышен. И нет увеличения стоимости молока, я боюсь, что перспектив роботизации пока у России нет. Потому что государственные деньги не выделяются, частные деньги не идут. Учитывая то, что государство поставило перед собой задачу накормить, не важно чем, но накормить население, то, скорее всего, такого всплеска роботизации животноводства мы не увидим. Есть еще другая вещь. Конечно, роботов не может обслуживать человек с средним образованием. То есть, нужно либо среднеспециальное, либо высшее образование. А это очень серьезная вещь. Нужно обучать, людям нужна высокая зарплата, они более требовательны. Это уже средний класс. Средний класс, который должен появиться на селе. Потому что пока при таких низких зарплатах представить себе, что средний класс появится в сельском институте невозможно. Нам необходимо в этом направлении двигаться, потому что в Америке, например, фермеры наиболее обеспеченные люди в Америке. То есть, самые высокие доходы у американских фермеров. То есть, они средний и выше класс. А у нас почему так? Если ты в деревне, то обязательно ты должен получать зарплату половины от городской. Прямо так записано в госпрограмме. То есть, человек, который работает в сельской местности, по определению для общества, как будто бы неудачник. Вот это надо поменять. Вот человек, который работает с роботами, он и неудачник. Он высококлассный специалист, который получать должен очень высокую заработную плату, гораздо выше, чем в городе. И у него должна быть перспектива развития. Ты думаешь, там голландские или какие-то немецкие фермеры, они еще умнее наших? Да нет. Вот мы по нашим работникам знаем, когда приезжают голландцы, специалисты настраивать технику. Когда приезжают немецкие специалисты, они восхищаются нашими специалистами, потому что основа народа, вот это образование, интеллектальная возможность, она очень высока. То есть, мы среди европейских стран находимся, наверное, вверху по образованию, по интеллекту. У нас для этого есть все основания, говорят, что у нас специалисты гораздо лучше, но не хуже, по крайнейшему, чем у таких развитых европейских стран. То есть, что касается человеческого капитала. А вот что касается инвестиций, а также административных барьеров и всяких вот препон, вот это да. Такой у нас есть и переточный фермер, сирота такой, который рассказывал президенту о том, что для того, чтобы построить ферму, нужно пройти там огонь и воду. Медные трубы никто не обещал. Мы об этом уже лет 20 говорим, о том, что, слушайте, ну вы поймите, при такой системе администрирования, строительства, содержания животных, вот сейчас вот навешивают вот эту маркировку, до этого был Меркурий, все это невозможно. Ни в одной европейской, ни в любой цивилизованной стране, американцы, никто, тот, кто производит многое спецпродукции, так не угнетает своих фермеров, как угнетает наша власть. Мы вот эту новую ферму проектировали 3 года и получали разрешение строительства. Не потому, что мы медленно проектировали, потому что разрешение строительства у нас почему-то сопряжено всегда со взятками. А если ты, не важно, что ты строишь, если ты не дал взятки, то ты пойдешь по такому пути, тебя пошлют. Что только, ну скажем так, очень упорный человек или фермер, или предприятие может достичь разрешения на строительство. А когда ты построил, тоже целая проблема сдать это все. Ты никогда не задумывался над тем, что, говорят, что мы помогаем фермерам, например, да, даем им деньги. Но одной рукой государство дает как будто бы деньги, ну не всем, но по крайней мере там какой-то части фермеров. А другой рукой, через вот эти вот поборы, через высокую цену на электричество, через солярку, забирает эти деньги. И забирает она, получается, гораздо больше, чем дает. Только за введение маркировки, молочный союз посчитал, нужно, чтобы все фермеры России заплатили больше 20 миллиардов. А он говорит, а откуда они деньги возьмут? Если ты даже им дашь, допустим, 10 миллиардов молочных животновостов, а обратно заберешь 20, общий баланс будет отрицательный. А это происходит на протяжении многих лет. Именно поэтому животноводство не развивается. Ведь главная задача государства – обеспечение доходности сельхозпроизводства. А доходность сельхозпроизводства – это что? Это разница между полученными деньгами и себестоимостью. Если государство все время повышает себестоимость, а не гарантирует, что цена на молоко будет расти, оно говорит, что это свободный рынок, а также на рынок запускает всякие суррогаты типа сухого молока, пальмового масла и все остальное, то ты, конечно, не выиграешь конкурентной борьбы. В сельском хозяйстве влияние государства особенно видно. Не зря Евросоюз тратит половину почти своих денег на поддержку сельских территорий и фермерства. Потому что это действительно отрасль, которую нужно регулировать. Мне очень радостно, что мы записываем сегодня видео о роботах и их применении в сельском хозяйстве здесь, на территории России, на территории Московской области. И говорим уже не про какие-то космические технологии, а о нашем опыте, который мы получили за последние пять лет ежедневной работы с этим оборудованием. Ну и, собственно, конечно же, это целый комплекс не только работы с техникой. Это еще и комплекс работы с животными, с кормами для этих животных, с самим молоком. И отрадно осознавать, что сегодня к нам приезжает все больше и больше друзей, фермеров, гостей, работников сельского хозяйства и специалистов, кто хочет посмотреть, как это происходит и работает ли это вообще в России. А значит, что у нас есть некая надежда на все-таки лучшее будущее, и то, что таких современных эффективных комплексов станет в России больше. Продолжение следует...